Занимаясь компами больше года без должного серьезного результата, многие уже давно бы признали поражение и согласились бы с тем, что это беспреспективное дело. Но я докажу вам и в первую очередь себе обратное, что если продолжать чем-то заниматься, то это что-то в конечном итоге стрельнет, и мы достигнем успеха. Поэтому сегодня мы продолжим бизнес на сборке и перепродаже всего, что связано с компьютерами, для того, чтобы получить награду заработанного. Мощный монтажный компьютер на Core i9 с крутой видеокартой 4090, и сегодня я сделаю все возможное, чтобы приблизиться к этой заветной мечте. Еще я мечтаю, чтобы вы продолжили писать советы в комментариях, за это можно получить косарь, как вот этот пользователь, и поставьте лайк, давайте соберем 20 тысяч лайков. Ну еще у меня есть особая просьба подписаться на канал, я здесь заметил, что у нас почти миллион подписчиков, и было бы круто достичь этой цифры как можно скорее. Не знаю, зачем и что-то даст, но пожалуйста, если, конечно, интересно. Прошлая серия выходила аж в прошлом году, и многие уже позабыли, как там с деньгами. Напоминаю, у меня есть 112 тысяч 454 рубля, и в качестве товарного остатка видеокарта 1060, которая вместе с доставкой обошлась мне почти в 5,5 тысяч рублей. Ну и как же мне надоело собирать неликвидные сборки, которые буквально неделями висят у меня на площадках без особых продаж. Да, компы, дело не быстро, особенно сейчас, в относительный несезон, но хочется двигаться, а не стоять на месте. Да и признаюсь, все это время у меня была какая-то апатия собирать что-то и опять ждать не хочу. Снова искать макбуки на M1, которые люди, оказывается, покупают за какие-то копейки, и вообще при помощи бонусов их тоже стало уже слишком много, и быстрые продажи просели. В идеале, конечно, сделать сборку под клиенты и сразу получить предоплату, но как бы я не редактировал объявления со своими услугами, ну просто нет клиентов. И тут я нахожу кое-что действительно интересное. Это уже готовая сборка с очень крутыми, на мой взгляд, характеристиками. Core i3-10100F, RX 580, карта на 8 гигабайт, 16 оперативки, хороший, кстати, SSD, HDD, и самое крутое, то что компьютер состоит полностью из новых комплектующих. По отдельности себестоимость около 40 тысяч рублей, то есть гипотетически есть перспектива, ничего почти не делая, заработать как минимум 5 тысяч рублей. Но я бы не получил всего успеха, если бы не умел торговаться, и предложив скидку в 990 рублей, продавец согласился. Договорились встретиться через пару часов, едем. Сейчас будет очень интересный эксперимент, такое новшество в компьютерном проекте, вернее даже не новшество, он сегодня первый выпуск в году получается, но мы покупаем комп, готовый, чтобы продать. То же самое было в первой серии, в принципе, компьютерного проекта, я еще не шарил так профессионально, как сейчас в компах, когда я покупал компьютер готовый. Думаю, друзья, вы не поспоритесь с тем, что IT-инфраструктура не дешевое удовольствие, однако с каждым годом эта самая инфраструктура IT все плотнее и плотнее входит в нашу обыденную жизнь. И как крупным компаниям, так и бизнесу поскромнее, без сайта, а то и без приложения не обойтись вовсе. Прибавьте к этому рост количества сложных вычислительных задач, которые требуют мощного железа, и в буквальном смысле можно почку продавать, чтобы собрать свой сервер. Но не спешите с этим, пожалуйста, можно арендовать готовое решение у Selectel, что будет проще и, самое главное, дешевле. Selectel — один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России, у которых можно арендовать производительные решения с видеокартами. Например, облако собственной разработки Selectel с GPU в 2023 году стало лучшим среди российских провайдеров по версии CNews. Облачные и выделенные серверы Selectel с GPU — универсальное решение под любые ресурсоемкие задачи, вроде 3D-моделирования, машинного обучения, ну и работы с графикой. Большое разнообразие конфигураций позволяет подобрать железо под свои цели или собрать кастомные варианты, если вам не подходит готовое. Подбор и настройка сервера, как видите, проходит буквально в два клика в панели управления. Арендовать сервер можно на любой удобный срок, даже на час. Стоимость аренды облачного сервера с видеокарты стартует от 52 рублей. Но если арендовать выделенные серверы на 3, 6 или 12 месяцев, то вы еще и скидку получите. Все серверы по умолчанию соответствуют стандартам закона, так что можно хранить даже персональные данные без лишних трудозатрат. Заказать сервер очень просто, переходите по ссылке в описании или по QR-коду, который находится на экране, регистрируйтесь в панели myselectel.ru и заказывайте сервер с GPU для решения даже самых ресурсоемких задач вместе с Selectel. Кстати, мы с нашим скупочным ботом тоже перешли на Selectel, теперь все хранится именно там, так что сам пользуюсь, сам и рекомендую. А мы продолжаем наши компы. Заходим в квартиру, где нас и ждет уже запущенный компьютер. Здесь установлена лицензионная Windows Office и еще раз уточняю про компоненты. Все компоненты новые, правильно? Почти на все мне показали чеки, правда куплено все это было на бонусы, за копейки какие-то, но главное, что есть гарантия ДНС и других магазинов. Так, вот сейчас гарантия 12 месяцев, то есть вот тут и адрес, и номер все указано. Видеокарта новая, но от китайского бренда. Какие-нибудь Asus и прочие сейчас такое уже не выпускают. Ну нет, все новое как бы видно. Проверяю все необходимое и прогоняю тесты. Так, у нас получается максимум 60 градусов. Курпус, конечно, стрёмный, все остальное шикарное, на мой взгляд. К тому же за 32 тысячи отлично. Курпус такой, конечно, маленький. Но я пытаюсь еще немножко скинуть на месте. Может 31? Да нет. Нет? Ладно, перевожу 32 тысячи рублей и сделка состоялась. Так, переведено, по идее. Все? Пришли деньги там? Править? Человек приятный. Цена реально крутая. То есть я сам, наверное, за такие деньги бы не собрал. Такие компоненты. Я просто как увидел сразу, просто офигел. То есть это все новое, да, видеокарта производителя не самого популярного. Но она тоже новая с чеком. Процессор новый. Курай 3 10700F, если я не ошибаюсь. Все новое. Курпус говно, да. Это, конечно, сомнительно, я вам честно скажу. Это не про деньги. Вот этот эксперимент, то, что мы сейчас купили, это не про деньги. Это больше даже для того, чтобы просто иметь понимание. Есть смысл покупать готовые сборки. Вот и все. Если получится рубить 2-3 тысячи просто вот как с перепродажи а-ля айфонов, это будет просто шикарно. Посмотрим, посмотрим. У него сфотканное было очень фигово. Я вам честно скажу. Когда я это увидел, я только искал по характеристикам. Конкретно с этим процессором. Так бы я в жизни не открыл его объявление, потому что сфотографировано очень плохо. Я постараюсь это с визуальной точки зрения подготовить лучше, потому что люди покупают глазами. Конечно, выглядит этот компьютер, скажем честно, ужасно. Корпус дает о себе знать. С другой стороны, мы будем надеяться, что есть люди, которые шарят за характеристики. И все-таки чуть-чуть красиво, как я уже говорил, мы сейчас его сфотографируем посимпатичнее. Откроем боковую крышку, чтобы там все великолепие из-за этой подсветки люди видели. Ну и вот рядом с коробочками, дабы сразу люди по одной фотографии понимали, что у нас компоненты как минимум новые. И тут, наверное, будет играть, конечно, большую роль именно новые внутренние составляющие. Тут реально проблем никаких не будет у людей с пользованием этого компьютера. Посмотрим, посмотрим. 35 тысяч без торга. Я сейчас выставляю реально дешево, как мне кажется. Проверим, насколько быстро. Все, фотографируем. Делаю красивые фотографии. Часть информации я копирую из объявления продавца. Ну, то есть всего того, что касается теста и с играми. В конце, как обычно, напоминаем, что можем отрать с деком или доставкой. И выкладываю за 35 с половиной тысяч, чтобы включить сюда торг в 500 рублей. И по моим расчетам быстро заработаю 3000 рублей, ничего при этом не делая. После публикации объявления получаю следующее. Все началось с оскорблений и обесценивания товара. Предложили 30 тысяч рублей. И второй раз. И третий. И четвертый. В общем, гениальный план быстрого заработка с треском провалился. И почти за две недели я так и не получил клиента, готового сделать плюсовую продажу мне. Благо, у меня есть план Б, и мы сейчас будем его придерживаться. Нахожу свежий, только вышедший и очень стильный игровой корпус невероятно красивого цвета, притом всего за 3000 рублей. Ну, объявление только что вышло, и корпус, понятное дело, бэушный. и вышел уже давно. В прекрасном состоянии еще и вентилятор в комплекте. Договариваюсь приехать. Здравствуйте, я корпус. Ничего, ничего, мы не унываем. Сейчас купим, поменяем корпус. Он просто за 40 уйдет в легкую. Характеристики нормальные. Людей отталкивает корпус. Корпус реально говно. Тебе только корпус нужен или что-то еще? Можешь раз буду следить. А что есть еще? Вообще все есть. Парень, которому я приехал, занимается перепродажей компьютерных комплектующих. Я осмотрел корпус и заметил на нем дефекты в виде погнутого сзади металла. Да, неприятно, но в принципе не критично. Зато скинут 500 рублей. А сколько скинешь? 500 рублей. 500 рублей, то есть 2 500 за корпус? Да, 2 500 за корпус. Отлично. Радостно забираю этот корпус за 2 500. Ну смотрите, ребят, закаленное стекло, 2500 рублей. Конечно, был уверен, что он белый. На фотках он реально казался белым. Но так даже, наверное, лучше. Он такой прикольный, аутентичный. И эта сборка заиграет новыми красками. Надеюсь, что уйдет за 40. Прям цель сегодняшней серии продать ее за 40. Приступаю к перекидыванию корпуса. Тут нужно сделать все как при сборке, только в обратном направлении. Значит, сейчас мы все это перекинем в роскошный, просто шикарнейший корпус, который я купил за 2500 рублей. Конечно, дефекты там имеются определенные, но нормальная цена соответствует. И я надеюсь, что этот компьютер заиграет новыми красками и, наконец-то, у меня его уже купят. Опять же, напоминаю вам в очередной раз про нашу цель. 40 тысяч рублей продажа этого компа в новом корпусе. Надеюсь, что процесс перекида комплектующих не займет много времени. И, самое главное, не доставит каких-то дополнительных проблем. Потому что я, честно говоря, задолбался с тем, что у меня висит уже больше недели. Никто его не покупает. За 30 целая очередь. Но за 30 я сам хотел его купить. Начинаю с видеокарты, заканчивая материнской платой. Ставить все в этот просторный корпус гораздо проще и приятнее. Вся эта история знатно преобразилась. Ну, сами в комментариях можете написать то, что было и что стало. Хотя, казалось бы, всего 2500 рублей добавляете к сборке, к вашему компу. И у вас уже это все выглядит гораздо веселее и интереснее. Цвет просто шикарный. Я не знаю, мне он очень нравится. Он, конечно, ну, возможно, не всем подойдет. И многие от него открытятся. Но он очень красивый. Кто бы там что ни говорил. Прям, ну, не знаю, наслаждение смотреть на этот компьютер. Плюс белый кулер, который теперь влезает наконец-то. И крышка спокойно закроется. В отличие от того черного корпуса. Башня, я имею в виду. Все очень гармонично смотрится. И для бюджетного компа. Ну, для реально бюджетного компа. Со всеми новыми компонентами. Да, с видеокарты из Китая. Но она тоже новая. А то многие там на вид возмущались. Из тех, кто прочитал описание. В общем, включаем сейчас. Поводов к тому, чтобы это не заработало, нет. Только если я что-то повредил в процессе разборки и сборки. Но это как бы вряд ли. Ой, очень красиво, ребят. Шикарно выглядит передняя часть. Все замечательно. Все работает, все функционирует. Точно так же, как при проверке в другом корпусе этого компа. Единственное, я забыл подключить... Повесил HDD-шник на 500 гигабайт. Но забыл подключить SATA-разъем. Ну, то есть это сейчас буквально минута времени. И мы все вернем в исходное положение. Будет SATA, будет HDD. И будет, я надеюсь, хорошая продажа этого компьютера. В общем, сейчас фотографирую повторно. Публикую, выкладываю его за 40 тысяч рублей. 39,990. Погнали! Да уж, красота вышла неописуемая. Компьютер нереально преобразился. Белый вентилятор вписывается сюда идеально. При этом себестоимость-то выросла всего на 2500. 3500, 34500 рублей теперь. Делаю красивые фотографии, копирую описание прошлое и публикую его за 39,990 рублей. Первое предложение от перекупа за 37, то есть в небольшой минус, на что я принципиально не пойду, потому что помните, что я больше не лох. Прислали смету, что подобный комп можно собрать за 23,27. Спросили, сколько FPS в играх, хотя у меня все указано в описании. В этом корпусе мне готово уже предложить 31 тысячу, 22, 35 и даже 38. Уже приближаемся к прибыли. Подождав еще пару дней, в итоге оформили у меня заказ за Full Price через Авито. Я был в это время в Нижнем Новгороде, так что прошу тех, кто в скупке, отнести ПК на почту. Остается теперь ждать и надеяться, пока человек его заберет, и я получу 39,990 рублей, заработав 5490. Кажется, начинается везение в компах, ведь мне написал клиент на сборку. Правда, у него достаточно необычные требования. Собрать компьютер нужно с бюджетом в 10 тысяч рублей, чтобы он тянул 10 винду и офисные приложения. Бюджет, конечно, совсем маленький, учитывая, что мне в идеале заработать еще на этом. Я как бы не просто так тут хожу, все собираю. Я предлагаю поднять его хотя бы до 15 тысяч рублей. Но клиенту нужно еще уложить монитор в эту стоимость, так что на следующий день согласовали 12 тысяч рублей. Прошу предоплату в 5 для начала работы, получаю ее и начинаю поиски. Конечно, когда я стал изучать рынок компонентов и, в принципе, понял, что немножко подрос, я осознал, что уложиться нужно мне как-то в самом крайнем случае в 10 тысяч рублей, чтобы с прибыли забрать хотя бы две. При этом я хочу, чтобы у клиента был зазор на апдейт этого компьютера, так что вспоминаю про ваши комментарии и то, что многие из вас советовали сборки на том самом Xeon. Мол, это дешево и сердито, и реально можно получить офигенные характеристики за небольшую стоимость. Вот я и нашел сразу комплект на Xeon. Тут 16 гигабайт DDR4 оперативной памяти и уже подготовленный Xeon 2630 V4 за 6790 рублей. Спрашиваю в наличии ли и договариваюсь на 2 часа дня. А пока есть время, нашел вот такой дешевый, но крутой блок питания Cooler Master на 500 Вт за косарь всего лишь. Тут, как видите, кто-то уже оплатил его, но пишу, что заберу сейчас самостоятельно, вот прям рядом нахожусь. Договорились, что блок мне передаст отец. Я оказался в каком-то новом крутом доме. Отдаю косарь, забираю блок и дело с концом. Да, все, все в порядке. Все, спасибо большое, до свидания. Все, ладно, все, счастливо. Так он с зазором даже на будущее будет. Не, ну нормально, что, Cooler Master за косарь, у него он был уже в броне. То есть кто-то заказал авито доставкой, но я сказал, давайте я заберу. Вот, так что, главное, чтобы это работало, потому что там был отец, сами видели. Теперь едем за основным комплектом. Кстати, заранее я нашел по скидке SSD диск на 240 гигабайт, всего лишь по шикарной цене, как мне кажется, в 990 рублей. А я захожу в еще более элитный, чем сегодня мы были ЖК. Прохожу в закрытый двор через вся охрана, чтобы забрать сборку на Зионе. Потому что мы все время путешествуем прям по каким-то новым, роскошным домам. Я вообще в шоке. Тут такие лифты, тут экраны везде расположены. Какой-то просто новый уровень в моей жизни. Так, ну в общем, все там настроено, да, Зион, собственно. В квартире продавца проверяя сборку на тестовом стенде. Проверка прошла успешно, все реально быстро работает. Мне предложили кулеры еще за 1300. Кулер нужен? 1300. Ну для меня слишком дорого. С небольшой скидкой все вместе продавец готов отдать за 8. За 8 тысяч все вместе. Пытаюсь еще торговаться. Может за 7500 все вместе хотя бы? Не, вообще тут не пойдет. Либо за 6790, либо за 8 вместе с кулером. Так что принимаю решение покупать сборку с кулером, чтобы сразу приступить к сборке и не ездить больше по всему городу в поисках этого. Я что-то уже не верю в прибыль с этой сборки, хотя у меня в голове была цифра в 2000. Но вот кулер именно на этот сокет очень сложно найти. Брать какой-то супер дешевый, но мне просто я качественно все делаю, не позволяет какая-то моя внутренняя аура. Поэтому, ну, хорошие, качественные новые купили. Но это все 8 тысяч. Итак, все готово для того, чтобы приступить к сборке компьютера. Более того, я вам так скажу небольшой спойлер. Человек приедет через 3 часа уже забирать компьютер. Поэтому если что-то пойдет не так, это будет очень печально. То есть, ну, в 8 вечера у нас запланирована встреча, где, ну, я дал адрес кубки, чтобы сюда не везти скамеру и все остальное. Поэтому вот, очень интересная, конечно, получилась плата материнская. Посмотрите, это под Xeon все это сделано. Но Xeon реально это единственный выход, собрать компьютер бюджетов в 12 тысяч рублей, чтобы на этом что-то еще заработать. Потому что другого я просто не вижу решения. Ну и к тому же реально здесь сколько, восьмиядерный процессор при этом получается. Реально это аналог i7, по сути. Просто вот в таком виде. И вы многие прям все советовали, писали. Я уже как-то раз собирал, потом вы меня застрали за то, что я в итоге собрал на Xeon. В любом случае, всегда я буду в проигрыше и что-то делать не так. Короче, приступаем к сборке. Надеюсь, все пойдет нормально. По крайней мере, это все проверялось. А, кстати, у нас видеокарты нет. Вернее, она есть. Она в скупке, видеокарту нам подарили, заглушку. Но я зайду за ней, значит, чуть позже. Соберем сейчас все основное, потом докинем видеокарту. Там будет заглушка обычная, которую человек отдал, потому что она ему не нужна. Я думаю, что это хороший способ ее сюда внедрить, в эту сборку. Корпус тоже бесплатно читать и достался, потому что прошлый комп продался в плюс. Не буду много говорить, сейчас по-быстрому все это соберу. Кстати, пока я собирал, мне принесли ту самую видеокарту-затычку, которую подарили за ненадобностью, и она все это время лежала на моей полке в скупке. Снова все собираю в этом неудобном корпусе из прошлой сборки, который по факту нам достался уже тоже бесплатно. Ну что, момент истины. Включаем этот компьютер на Xeon. Тут тоже подошли уже люди, говорят, что, мол, несбалансированную сборку я сделал, то, что человеку нужно, в принципе, для офисных программ. Но Xeon мощный, нормальный блок питания с зазором, хороший, качественный. Видеокарта-заглушка бесплатная, которую подарили. Но у человека есть возможность вставить сюда помощнее видеокарту, и этот комп, в принципе, может уже быть каким-то более профессиональным. 16 гигов оперативки. Просто этого должно хватить на будущее. 240 гигов. SSD диска. Пожалуйста, еще хочешь HDD-шку сюда ваткни. Ну, реально все нормально. То есть за 10 тысяч рублей. Себестоимость компа примерно. Он бесшумный, кулер такой красивый с подсветкой. Итак, компьютер полностью собран, все настроено, все готово. Подключил я сюда интернет, поставился драйвер видеокарты, затычки, не знаю, называйте это как хотите. Мне кажется, очень классно. Тем более, что с этого всего получится заработать реально 2000 рублей, что очень даже, ну, это бывало и хуже, бывало и меньше. Я потратил не так много времени, чтобы все это собрать. Все было плюс-минус рядом, поэтому проблем никаких нет. Очень красиво светится, просто я в шоке реально. И корпус это, знаете, в этой серии повезло, что он не просто так там куда-то ушел, а он реально пригодился. Все так прям слаженно вышло. Итоговая себестоимость компьютера 9990 рублей. Пишу клиенту, что его заказ готов и можно переезжать забирать. Приходит клиент и сразу заявляет, что Xeon, конечно, не очень. Xeon, конечно, так себе, но я и просел, офисный же компьютер, в целом, поэтому Xeon туда и подходит. Вот, а можешь еще немного попытующе рассказать, что там по DDR4, DDR3, память? Да, DDR4, 16 гигабайт здесь. Я открою его можно? Да, да, конечно. Ему понравилось охлаждение и, в принципе, вопросов больше не возникло. Получаю оставшиеся 7 тысяч рублей и фиксирую прибыль в 2010 рублей с этой сборки. И это просто шикарно. Ну что, ну, как бы сказали, что Xeon, конечно, не хотелось бы. Ну, с другой стороны, не было требований Xeon, Xeon, зайти в 12 тысяч рублей в бюджет. Я считаю, что в такой бюджет Xeon самое нормальное, тем более для офисного компа. Ну, и для офисного компа, у которого в дальнейшем будет будущее нормально. То есть можно воткнуть видеокарту получше, там есть питание, можно что-то еще поменять. И, в принципе, ну, он потянет. Потому что что-то брать там, можно брать, взял старенький i3 было купить. Но, не знаю, вроде бы все писали в комментариях, что Xeon это прям топ за свои деньги. И что это круто. В любом случае, я даю гарантию, и проблем не должно возникнуть у человека. Так что, все. Необычная, конечно, у нас сегодня получилась серия. Потому что сначала я купил комп, в котором мне казалось, что классно, это удобно. Ты покупаешь сразу готовое изделие. Человек старался, собирал. Просто надо перефоткать, но нифига подобного. А смена корпуса вроде дала свои плоды. И если, опять же, я вот сейчас захожу до сих пор на Авито, смотрю, но, по-моему, еще не доехала до пункта выдачи заказчик. Сейчас посмотрим, подождите. Едет к покупателю еще до 25 января примерно срок доставки. То есть, вы это смотрите 25-го. И я это снимаю чуть раньше. Поэтому, пока я его не знаю, забрал или не забрал. Там, в любом случае, какой-то еще нужен срок выждать, пока это все появится. Но я очень надеюсь, что никаких там вопросов не будет. Это все, что было в описании. То есть, по факту, человек заберет, я получу деньги. И в этом случае мы, конечно, ну, хоть что-то заработаем. Причем, ну, так более-менее нормально. Но зато повезло со сборкой на заказ. Ну, как повезло. Это единственная сборка, по сути, которую кто-то у меня купил. Я, конечно, поражаюсь. Не понимаю, почему... Ну, такое недоверие. Да, у меня вроде в профиле все мои компы выставлены, все фотографии. Но, видимо, я действительно какой-то лох позорный. И сборка компов на заказ, это все-таки для каких-то более профессиональных людей. Я прекрасно понимаю себя, я не возвеличиваю, я просто работаю над тем, чтобы в ближайшем будущем стать профессиональным сборщиком компьютеров, чтобы ко мне обращались, чтобы быть таким, знаете, авторитетным человеком в этом вопросе. И пока, конечно, да, но зато я и смог заработать хоть какие-то деньги на сборке компа с бюджетом в 12 тысяч рублей, которые удалось еле-еле раздуть, потому что изначальные требования — это десяточек, как вы помните. Итоговая прибыль выпуска с учетом продажи компа с авито-доставкой, если человек все-таки финально заберет это все, вы видите на экране, она уже подсчитана со всеми расходами и так далее. Будем стараться дальше, и я верю, что в ближайшее время я найду свою какую-то лазейку, лайфхак, как продавать компы с большей прибылью, и уже наконец-то, в идеале, в этом году точно собрать себе нормальный, мощный игровой монтажный комп на Intel Core i9, который будет стоять в соседней комнате в этой студии Хореса, про которую тоже есть ролики, и все будет хорошо. Так что увидимся совсем скоро, подписывайтесь, ставьте вашу оценку, пишите комментарии, ну и, конечно, другие соцсети, такие как второй канал iDen2G, мой телеграм-канал основной, все это есть в описании, увидимся там совсем скоро, удачи, пока!